КОНЕЦ ПАУКА сразу стала бестселлером. Тогда она стоила всего 12 центов. Через 40 лет цена раритетного издания возросла до 70 тысяч долларов. Популярность Спайдермена резко выросла благодаря выходу на экраны одноименных кинофильмов Человек-паук и Человек-паук 2. История, придуманная Стэном Ли, в ближайшие годы вполне может стать реальностью. Над этой проблемой серьезно работают российские ученые. Человек-паук, способный перемещаться самым невероятным образом, будет напоминать небольшую ящерицу гиккона. У этих гикконов есть одна уникальная особенность. Они могут фиксироваться к любым гладким поверхностям, к вертикальным, горизонтальным, к наклонным, практически независимо от силы тяжести. Почти ни одна экспериментальная разработка в области космических исследований не обходится без участия животных. Представьте себе, насколько стало бы комфортнее и, скорее всего, успешнее освоение космоса, если бы мы могли, исследовав это свойство, научиться его имитировать, и создали бы приспособления, которые бы дали возможность то же самое делать человеку. Большая часть исследований является государственной тайной. Животные – старинные спутники человека. Еще на заре цивилизации люди приручили и одомашнили многих из них. Привыкшие служить, братья наши меньшие, жили с людьми бок о бок и в мирной жизни, и на войне. 20-й век внес свои коррективы в привычное соотношение человек-хозяин, животное-слуга. Мы много знаем о самых верных спутниках людей в погонах – лошадях и собаках. Но наш фильм сегодня о тех, чей вклад в укрепление обороны страны не менее значен, но о ком практически ничего не известно. Мы впервые расскажем о том, как дельфины научили субмарины плавать быстрее, как птица мира едва не стала вестником смерти, и как простая улитка могла спасти американского президента. Боевые животные 18 февраля 1915 года Германия объявила неограниченную подводную войну странам Антанка. Для противодействия немецким субмаринам и плавающим минам легендарный русский дрессировщик Владимир Дуров предложил морскому генеральному штабу организовать на Черном море подготовку тюлени. В годы войны использовали самим очень хорошо. Через три месяца первые 20 животных уже были готовы вступить в бой. Совершенно секретно. 2 июня 1915 года. Балаклава. Из докладной записки дворянина Владимира Дурова в морской генеральный штаб. Я добился поразительных результатов, но чьей-то злоумышленной рукой все животные были отравлены, что подтверждено медицинским вскрытием. Для расходов на приобретение новых тюленей, считаемый месячный оклад, необходимо 50 тысяч рублей. Расследование инцидента ни к чему не привело. Однако после бурных событий конца Первой мировой войны последовала революция, и программу Дурова закрыли. Архивы с материалами тренировок тюленей по приказу военного министра генерала Беляева были уничтожены. К специальной дрессировке морских животных в СССР хотели вернуться в годы Великой Отечественной войны. Во время войны говорили, что можно дельфина подготовить, что он с носителем взрывчатого вещества может броситься на корабль или прилепить мину и взорвать этот корабль. Но ход событий на советско-германском фронте не позволил реализовать идею работы с боевыми животными. В 1948 году по договору о репарациях Советский Союз получил итальянский линкор Джулио Чезарь. Он вошел в состав Черноморского флота под названием Новороссийск. Через 7 лет в Севастопольской бухте произошла трагедия. В ночь на 29 октября 1955 года линкор взорвался. 603 военных моряка погибли. По одной из версий, это случилось в результате диверсии итальянских подводных диверсантов. Это были итальянцы, я в этом убежден. Два раза в год в учебный лагерь в Литтл-Рик в штате Виргиния прибывают добровольцы, желающие стать подводными диверсантами военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Ко времени окончания этой подготовки группы сокращаются на 30%. К этому времени практически во всех странах НАТО уже существовали подразделения боевых пловцов. В то же время был рассмотрен вопрос о создании аналогичного отряда в советском ВМФ и на флотах союзных стран. 2 мая 1964 года Цайгонскую бухту потряс взрыв чудовищной силы. В считанные минуты ушел на дно американский транспорт «Харч» с истребителями на борту. Пентагон получил шифровку. Акцию в борту провели вьетнамские боевые пловцы. В срочном порядке на американской военно-морской базе «Лахолье» подготовили отряд дельфинов-истребителей подводных диверсантов. Американцы стали первыми, кто реализовал идею дедушки Дурова. Совершенно секретно. 16 сентября 1964 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. В порту Сайгон командование американского флота применило против боевых пловцов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама дельфинов. Весь отряд уничтожен. По нашим данным, в США действуют 5 центров по подготовке морских млекопитающих для выполнения боевых задач. Тренировки проводятся с бутылконосами, тихоокеанскими дельфинами и морскими львами. Начальник Главного разведывательного управления вооруженных сил СССР генерал-полковник Петр Ивашутин. В 1966 году руководство Минобороны СССР приняло решение о создании на Черноморском флоте закрытого объекта специального назначения. Главкомом военно-морского флота Сергеем Георгиевичем, Герковым и другими военачальниками было принято решение о создании львами. Дельфинарии разместили под Севастополем в бухте Казачьей. Его деятельность курировал лично адмирал Горшков и руководство лаборатории специальных видов оружия ГРУ Генерального штаба. На секретный объект работали 80 различных научных институтов и конструкторских бюро. Под руководством Академии Кашкалова и Леонида Георгиевича Воронина, член-корреспондент Академии наук, была создана такая группа в Московском государственном университете, которая участвовала в разработке программ военного использования дельфинов. В 1967 году на Черном море был создан первый отряд по борьбе с подводными диверсионными силами. Затем такие подразделения появились и на других лотах. С первых дней работы дельфинария под Севастополем ученые и моряки сделали ставку на наиболее подходящий для обучения вид черноморских дельфинов – афалину. В ходе тренировок животным ставились задачи по охране акваторий портов и кораблей на рейде, обнаружению надводных и подводных предметов, выходу в заданную точку и подачи сигналов о приближении посторонних. Но специалистов по подготовке дельфинов катастрофически не хватало. Когда я начал работать с дельфинами, у меня не было достаточно опыта по дрессировке животных, не только морских животных. Военным тренерам пришлось вспомнить о династии Дуры. Выручила их внучка выдающегося артиста Анна Владимировна, которая поделилась методикой дрессировки животных, насчитывавшей более чем столетнюю историю. Эта методика у нее более гуманная. То, что у них никогда они не наказывают животное. И у них называется это вкусопоощрительная методика дрессировки, когда за правильное действие животного его подкрепляют кусочками пищи. А за неправильное животное не дают, отворачиваются, всячески демонстрируют, что он неправильный. Но никогда не применяют физическую силу. Через 10 лет работы численность дельфинов в бухте Казачья достигла 70 особей. Успехи в их дрессировке позволили со временем привести в дельфинарии нескольких сивучей, более известных как морские львы. Работы по дрессировке морских млекопитающих на пазе номер 75 под Севастополем проводились в обстановке строжайшей секретности. Всему личному составу было категорически запрещено не только фотографировать, снимать на камеру, но даже называть их дельфинами. В дневниках тренировок подводные бойцы значились не иначе, как объекты под строго определенным моментом. В 1975 году руководство Советского военно-морского флота приняло решение привлечь черноморских дельфинов к несению боевого дежурства. Они стали нести службу у входа в главную Севастопольскую гаволь и Балаклавскую бухту с подземным заводом для ремонта подводных лодок. Животные выводили, могли выходить в открытое море и находиться в разном режиме, они могли охранять корабли или находясь ближе этих кораблей в открытом море. За время боевых дежурств не было зафиксировано ни одной попытки иностранных боевых пловцов проникнуть на охраняемые объекты. При проверках порой дело доходило до курьезов. Мы идем с катером по бухте, за нами идут два дельфина. Я прекрасно знаю, что боевой пловец есть в этой бухте, но дельфины не сигнализируют об этом. И только позже, значит, ребята, которые там работали, боевые пловцы, рассказали, как было дело. Дело в том, что они просто испугались. Под водой чуть-чуть проплыли, подошли к молу, под молу вылезли на сушу и стали спать там. Дельфины научились не только искать потерянные в море объекты, но и доставать определенные предметы с затонувших кораблей и подводных лодок. Важнейшей задачей для морских животных считалось обнаружение и уничтожение подводных диверсантов противника. Могли обнаружить какой-то посторонний предмет, или, скажем так, человека характерного, в характерном костюме, с характерным вооружением и так далее, сообщать об этом определенным образом, допустим, нажимая на какой-то рычаг. После длительных тренировок дельфины научились сдергивать сплавцов ласты, выталкивать их на поверхность и обозначать местонахождение специальными буями. Животные могли, получив команду, атаковать противника металлическими штырями, иглами с баллонами углекислого газа, ампулами с ядом и даже трехствольными пистолетами, закрепленными на носу. Я видел это изделие, которое состоит из трех стволов. Одевается почти такое же снаряжение, животное сзади тихо подходит. Ну, не тихо, оно на определенной скорости. Когда человек более неловок в воде, любой водолаз и так далее, он сзади может его, значит, уничтожить, или же сделать так, чтобы он мгновенно всплыл и выдал себя. В конце 70-х второй секретный дельфинарий был создан и на Тихоокеанском флоте в бухте Витязь под Владивостоком. Но в отличие от Черноморского, в нем готовили более приспособленных к холодным дальневосточным водам морских львов сивучей и белух. Морские львы освоили приемы борьбы с диверсантами одними зубами, перекусывая трубки аквалантов. Эти мощные животные с весом до тонны превосходили дельфинов по глубине ныряния и были способны не только находить под водой затонувшие торпеды и дорогостоящие системы наведения ракет, но и поднимать их на поверхность с помощью специальных захватов. На дне ты можешь оказываться? Нет? А они могут. И сразу наверх выплывают морские львы. Они же разные. Там несколько совершенно разных видов. Белух научили отыскивать, маркировать и даже фотографировать подводные предметы, а также брать пробы грунта с глубин более 800 метров. Одним из направлений работы с дельфинами было их использование в виде живых торпед. К спинам животных прикрепляли мины с тем, чтобы при появлении в море кораблей противника они могли их атаковать. Свои способности они продемонстрировали во время учений Черноморского флота в 93-м году, сумев условно уничтожить около 60% кораблей эскадры, обозначавшие вероятного противника. В первой половине 90-х, после распада СССР и раздела Черноморского флота, дельфинарий в бухте Казачьей отошел к Украине. Но из-за отсутствия средств на его содержание, уникальный объект номер 75 был закрыт. В ноябре 98-го года по экономическим причинам прекратил свое существование и учебно-тренировочный комплекс морских животных на Тихом океане. И только в последние годы в военно-морском флоте России воссоздали центры подготовки служебных морских животных. В США подобные исследования не прекращались никогда. Сегодня в Америке существует 7 центров по подготовке боевых дельфинов и сивучей, на которых содержится более 100 особей. На секретной базе во Флориде из них пытаются создать биороботов. С этой целью в мозг животного вживляются микрочипы, управляющие их действиями. Также проводятся эксперименты по размещению в желудке дельфинов сверхмалого тактического ядерного оружия. Исследования с животными в военной области проводятся не только с обитателями морских глубин. В первые годы Холодной войны, когда в погоне за превосходством не щадились никакие средства, на долю братьев наших меньших выпало принять на себя первый удар. 16 июля 1945 года. США, в штате Нью-Мексико, на полигоне Аламогордо прошли испытания первой американской атомной бомбы. Еще на стадии ее создания ученые знали, что в начале 20 века немцы успешно использовали в военных целях голубей. Закрепляя под грудью миниатюрные фотокамеры, они применяли их для воздушной разведки. Военное министерство США поручило разработку проекта Голубь биологу Индианского университета Берхасу Скиннеру. Он занимался зоопсихологией и достиг огромных успехов в дрессировке животных. То есть он был одним из родоначальников бихевиоризма. Это учение, которое, ну если совсем огрубляя сказать, из него вытекало, что можно научить практически кого угодно, чему угодно. Скинер полагал, что голубей можно будет использовать в новой системе управления авиабомбой. Три птицы фиксировались внутри устройства наведения бомбы. Перед каждым голубем был матовый экран. На него с помощью линз проецировалось изображение местности, транслирующейся с телекамеры, установленной в носу бомбы. Дрессированные голуби клевали в экран с электрическими контактами, удерживая прицел на объекте. В случае правильных действий они получали подкормку. Птицы-камикадзе просто выпрашивали свои зернышки. Три голубя были нужны для повышения точности. Рули устройства отклонялись лишь при принятии близкого решения хотя бы двумя голубями из трех. В результате бомба должна была попасть в цель с точностью до шести метров. Серьезно пытались все это осуществить, но не пошло, к счастью, потому что голуби при всех их замечательных свойствах все-таки они себя ведут очень нестабильно. И голубь мог клюнуть эту кнопку вовсе не тогда, когда надо, а в какой-то совершенно неподходящий момент. Эксперименты Скиннера приостановили. Военные посчитали, что недопустимое использование в создаваемой атомной бомбе столь неточного прибора, как живые голуби. В 45-м году разработками американского биолога неожиданно заинтересовались англичане. Спецслужба МИ-5 решила рассмотреть возможность использования мирных птиц для переброски на территории стран народной демократии взрывчатки или бактерий, возбудителей болезней. Каждый невидимый для радаров голубь мог нести на расстояние до 300 километров 60 граммов опасного груза. После появления атомной бомбы опыты с ними были прекращены. Но память о подобных экспериментах сохранилась шведской сатирической комедией «Бей первым Фредди». Превосходно, Карло. Превосходно. С операцией «Птичка» всё подготовлено. Хорошая работа, Колли. 5 марта 1946 года. США. Фултон. Бывший английский премьер-министр Уинстон Черчилль объявил, что железный занавес между коммунистическим Востоком и демократическим Западом разделил мир на два непримиримых лагеря. Призрак Третьей мировой войны навис над планетой. Где-то через день 10, может быть, в «Правде» была опубликована статья, подписанная Маленковым, «Черчилль бряцает оружием». И с этого времени, как мы считаем, и началась холодная война. Для восстановления паритета сил Советскому Союзу срочно требовалось создать собственное атомное оружие. Уже 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском была взорвана первая атомная бомба. Отлепительная вспышка взрыва, несмотря на ясный солнечный день, наблюдалась на расстоянии выше 100 километров. Внимание! Идет ударная волна. С тех пор военные биологи стали исследовать на животных воздействие поражающих факторов атомного оружия. Если мы хотим понять механизмы, то мы должны ставить серьезные эксперименты. А серьезные эксперименты ставить на людях невозможно. Результаты экспериментов тщательно анализировались и порой поражали специалистов своими результатами. К примеру, перед атомным взрывом на Семипалатинском полигоне, где был выстроен макет целого города, включая станцию метро, у животных резко обострился инстинкт продолжения рода. Фиксировали животных, в частности собак, на станции метро. Они повели перед самым началом испытания крайне неадекватно. Ну, в части той, что у них проявилось сильное возбуждение, они подрывались с привязи, у самок началась обильная течка, и самцы, естественно, начали исполнять свои обязанности супружеские. 15 сентября 1954 года для проведения морских ядерных испытаний на архипелаге «Новая Земля» был создан второй атомный полигон, секретный объект 700. В заливе «Губа черная» установили корабли-мишени. В числе первых специалистов, прибывших на полигон, был молодой сотрудник Института проблем химической физики Анатолий Станиловский. В задачи его группы входила установка на опытных кораблях аппаратуры измерения мощности ударных волн. Приехали на Новую Землю и биологи. Биологи привезли туда животных, которые тоже должны были подвергнуться в это испытание. Это были свиньи, у свиньи кожа такая же, как у человека, и овцы, бараны. 21 сентября 1955 года во время учений на глубине 12 метров был произведен первый подводный ядерный взрыв. Анатолий Станиловский отправился снимать показания приборов на полузатопленной эсминец-мишень «Гремящий». То, что он увидел, повергло молодого специалиста в шок. Один баран, значит, в кителёчке, он мне навстречу высунулся. Я такого не ожидал. А снизу, там, с катера уже было темно, светит прожектор. Ну, а когда животному светишь глаза, глаза горят, ну, в темноте, ярко-зелёным светом. Так вот, значит, такая конструкция. Высунулась с такими глазами. Я чуть не сыграл оттуда вниз. Если бы он не сказал мне так «не», тут, значит, прошёл мимо меня такой, значит, вот хряк здоровый, шинели подпоясные, по-генеральски посмотрел на меня и ушёл дальше. Только после окончания испытаний стало известно, что животные изображали экипажи кораблей. Причём баранов сажали даже в отсеки подводных лодок. Для снижения уровня проникающей радиации их одевали в морскую форму. В результате учёные и военные получили полную информацию о воздействии ядерных взрывов на живые организмы. Любопытно, что в роли испытуемых чаще других животных выступали бараны. Все внутренние органы, в частности, связанные с системами кровообращения, связанные с системами защитными системами, они близко стоят к физиологии организма человека. Вот, исходя из этих соображений, и применялись такие животные. В 50-х, 70-х годах, с расцветом эпохи реактивной техники, бараны выступали в роли подопытных членов экипажей первых советских ракетных катеров и подвижных береговых противокорабельных комплексов «Редут» и «Рубеж». В ходе боевых пусков конструкторы и военные моряки проверяли степень воздействия газовых струй ракет на обшивку кораблей, кабины пусковых установок и экипажей. Благодаря использованию баранов удалось избежать человеческих жертв. Но без происшествий не обошлось. В 1958 году пробные пуски противокорабельных ракет П-15 решили производить с переоборудованного торпедного катера, на котором смонтировали ракетные установки. Но поскольку корпус катера был деревянный, конструкторы решили не рисковать и вместо экипажа разместить в нем баранов. Для испытаний на полигон под Феодосией привезли 25 животных. Однако в кубриках катера удалось разместить только 16 баранов. Члены комиссии не растерялись, и оставшиеся животные пошли на ташлык. Участь остальных оказалось не лучше. 6 сентября во время первых ракетных пусков большая часть животных погибла. Тем не менее, свою миссию бараны выполнили. Через два года после доработок комплекс П-15 на ракетных катерах был принят на вооружение флота. 1967 год. США развернули военные базы вокруг Северного Вьетнама. Началась война на Ближнем Востоке. А в СССР к 50-летию Великого Октября в состав БМФ были приняты новые торпедные катера на подводных крыльях. Появление подобных кораблей и судов советский флот обязан генеральному конструктору Нижегородского ЦКБ Ростиславу Алексееву. Этот выдающийся ученый первым в мире смог создать и мощные боевые экранопланы, парившие над водой словно птицы. Любопытно, что в исследованиях по устойчивости корабельных подводных крыльев нижегородцам помогали кошки. Сейчас вы впервые видите уникальные документальные кадры испытаний нового катера на реке Волга. Это просто интересное направление, как можно использовать животных и как получить данные о том, что у человека может тоже происходить в пост-таких стрессорных ситуациях и как компенсировать их. В результате шестидневной войны против арабских государств в июне 67-го авиация Израиля уничтожила 900 танков противников. Более 700 боевых машин из них пришлись на армию Египта. Практически все они были советского производства. В СССР срочно развернули конструкторские работы по повышению боевой живучести танков. Испытания проводились на Лужском артиллерийском полигоне. Любопытно, что и здесь не обошлось без животных. На этот раз были использованы кролики и морские свинки. Вы имеете редкую возможность впервые увидеть рассекреченный фрагмент служебного фильма об испытаниях танковой брони. В 100-метровом тире проводится комплексное исследование живучести танков. Размещение биообъектов на рабочих местах членов экипажа позволяет провести оценку эффективности встроенной и навесной динамической защиты танков. Результаты проведенных испытаний легли в основу рекомендаций по повышению живучести танков. Кролики, мыши и собаки были первыми, кто освоил космические высоты. Имена собак Белки и Стрелки, космических пионеров, сегодня знает весь мир. Однако об опытах с собаками в воздушно-десантных войсках практически неизвестно. Тем не менее, задолго до 5 января 1973 года, когда было проведено первое в мире десантирование БМД с экипажем внутри, в Туле проводились эксперименты с собаками. Мой товарищ, который вместе прыгали, Леонид Гаврилович Зуев, он постарше меня на 13 лет, у него там была мальтийская баллонка, булька, было еще две собаки покрупнее. Вот мы попробовали, как они будут себя вести. Крупных собак десантники привязали в специальные кресла. Труднее обстояло дело с баллонкой Леонида Зуева, имевшей тонкую шею. Ты никак не ухватишь, кончилось тем, что она укусила за палец, куда-то забилась, так она и прыгнула без кресла. Ну, приземлились, все. Хозяин первый подбежал, собаки все выскочили, довольные, радостные. Ну, посмотрели, все нормально. Сделали парашютные значки собакам, повесили. Но среди животных десантников были и потери. В 1974 году, когда новую парашютную систему «Кентавр» демонстрировали выпускникам Рязанского воздушно-десантного училища, первые в БМД десантировали немецкую овчарку. Петр Баранов тоже прыгал, уже неоднократно, тоже имел потомство. Рассказывают председателю научно-технического комитета, что это вот самое новое, самое надежное и так далее. Раскрывается купол, рвется пополам. И машина свистит до земли. Вот, несработали двигатели, естественно, мягкой посадки. Разбилась машина и погиб пёс Буран. Эксперименты с животными позволили советской армии освоить десантирование экипажей в боевых машинах. До сих пор этим опытом не обладает ни одна армия мира. Позже на вооружение ВДВ была принята ещё более совершенная и не имеющая аналогов за рубежом парашютно-реактивная система «Реактава». Животные в военном деле не всегда были только объектом испытаний. Мало известно, что иногда они становились и прообразами оборонных технологий. Так, например, кожа дельфина похожа на мягкую и скользкую резину. Ещё в 1938 году учёными был описан эффект Грея, согласно которому скорость плавания дельфина на порядок превосходит возможности его мышц. Секрет кроется в уникальном строении кожи животного. Её свойства таковы, что при движении вода, плавно обтекая тело дельфина, не образуя турбулентных завиханий. Это открытие очень помогло конструкторам подводных водок. Не менее интересное решение подсказали создателям военной техники и другие животные. Апрель 1972 года. Средиземное море. Дизельная подводная лодка северного флота капитана 2-го ранга Перепича дважды безуспешно пыталась оторваться от преследования американского сторожевого корабля «Фрэнк-Нокс», оборудованного новейшей гидроакустической станцией. Каждый раз после восьмичасовой гонки, разрядив аккумуляторную батарею, она была вынуждена всплывать. Высокая шумность и недостаточная скорость советских подводных лодок стали главными проблемами для отечественного ВМФ. К устранению этих недостатков были подключены ведущие научно-исследовательские учреждения и КБ страны. Им на помощь пришли гидробиологи, работавшие с дельфинами. Исследования показали, что действительно это покрытие позволяет двигаться с большей скоростью, то есть испытывать меньше сопротивления при тех же энергозатратах у кораблей подводных лодок. В конце 70-х в ленинградском КБ «Рубин» была спроектирована новейшая дизельная подводная лодка проекта 877 «Варшавянка». Мы сделали новую форму каплеобразную. Мы применили новое резиновое покрытие, отключили науку, соответственно, которое бы позволило нам снизить акустическое поле этого корабля, при этом иметь другие параметры, очень высокие. Эти и другие конструктивные решения во многом были основаны на результатах исследования морских млекопитающих. Сегодня высокоскоростные «Варшавянки» составляют основу неатомного подводного флота России. За скрытность действий специалисты НАТО называют эти лодки черными дырами. 24 марта 1991 года. Югославия. В 22.00 небо страны разорвалось от гула реактивных самолетов. За этим последовали удары управляемых авиабомб и крылатых ракет по военным объектам. Так началась почти трехмесячная военная операция стран НАТО на Балканах. Совершенно секретно. 28 июля 1999 года. Москва. Министру обороны Российской Федерации маршалу Игорю Сергееву. В ходе операции НАТО против Югославии союзническая сила активно применялись 40 разведывательных беспилотных летательных аппаратов производства США, Франции, Германии и Италии. Их деятельность во многом определила эффективность авиационных ударов ВВС-коалиции по подавлению югославской системы ПВО. Начальник главного разведывательного управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Валентин Корабельников. Югославские события показали значение крупных беспилотных летательных аппаратов. Но развитие научной мысли идет дальше. Для разведки гораздо эффективнее и интереснее используются устройства. Ну, например, на уровне мухи это да, было бы очень интересно. Сделать летающего робота, оснащенного видеокамерой, который мог бы там залетать в форточку или просто проходить где-то над бывыми позициями и передавать информацию на командный пункт. Дубные работы в Минобороны России уже ведутся. Над решением задач в интересах сухопутных войск работают и конструкторы ЦНИИ, робототехники и кибернетики. Мы сам изучаем принцип движения змеи. Она может передвигаться и в горизонтальной плоскости, то есть по земле. Может, в принципе, плавать, может передвигаться там по деревьям, то есть вертикальной плоскости. Когда вот это отработаем, когда будет действительно змейка, вот тогда подумаем о том, какими задачами ее озадачить. Научные изыскания, связанные с животными, позволяют не только решать боевые задачи, но и бороться со страшными недугами. 6 июня 2004 года в клинике Санта-Моники на 94-м году жизни скончался 40-й президент США Рональд Рейган. В 80-е годы он являлся одним из идеологов обострения холодной войны. 10 последних лет Рейган вел неравный бой с болезнью Альцгеймера. Во всем мире ведутся исследования этого тяжелого заболевания. На борьбу с ним только в США за последние четверть века затрачено 700 миллионов долларов. Российские ученые подошли к решению этой проблемы ближе других. У низших животных, в частности, у улиток обнаружен ген болезни Альцгеймера. И у него 98% гомологии с геном болезни Альцгеймера у человека. У улиток всего 13 нервных клеток. Однако изменения, происходящие в их мозге, аналогичны тем, которые происходят у человека. Изучение этих простейших животных позволит в будущем избавить человечество от многих заболеваний мозга, в том числе и болезни Альцгеймера. Эксперименты с улитками важны и для работ в области космических исследований. Уже на третий день пребывания в невесомости у космонавтов возникает частичная дезориентация в пространстве. То же самое происходит у людей и по возвращении на Землю. Однако у улитки подобными расстройствами не страдают. Если мы поймем молекулярные механизмы, то потенциально, может быть, удастся изобрести какую-нибудь таблетку, которую будут принимать космонавты при дальних полетах, чтобы либо заблокировать эту систему, либо, наоборот, активировать систему восприятия. Освоение биотехнологий, ориентированных на решение оборонных задач, в ближайшие годы станет генеральным направлением развития российской науки. Июнь 2006 года. США. Конгресс утвердил на финансирование деятельности Пентагона в будущем году рекордную за всю историю страны сумму в 427 миллиардов долларов. Бюджет военного ведомства предусматривает колоссальное сигнование на научные исследования, включая многоэлементную программу по разработке биотехнологий. Создание любого защитного механизма, оно имеет в части биотехнологии, оно имеет двойное назначение. В течение короткого времени, более месяца, можно перейти от пассивной тематики, перейти к активной тематике. Или изготовить сыворотку, или изготовить вакцину. Последние годы особый интерес к разработкам медиков и биологов проявляют террористы. Только в 2001 году США спорами сибирской язвы, выделенными из умерших животных и разосланными неизвестными по почте в правительственные учреждения, было заражено 22 человека, 5 из которых скончались. В руках злоумышленников подобные биологические средства могут стать опасным оружием для достижения преступных целей. В начале 20 века главными двигателями прогресса в военном деле были конструкторы. В середине века их сменили физики. На рубеже третьего тысячелетия на ведущие позиции вышли биологи. Они изменили отношение человека к животным, которые из слуг превратились в соратников людей и даже учителей. Освоение биотехнологий позволило не только подойти вплотную к созданию человека нового типа, но и осознать всю глубину опасности, грозящей планете, биотерроризма. Еще в начале прошлого века великий дрессировщик Владимир Дуров говорил, когда-нибудь животные перестанут быть для человека какими-то машинами, которые он может эксплуатировать как угодно и по отношению к которым он не чувствует никаких нравственных обязательств. Мировой катастрофы, связанной с нарушением хрупкого равновесия сил в природе, можно избежать, если открытиями ученых пользоваться разумно. Редактор субтитров А.Семкин